Привет, меня зовут Вячеслав, я работаю в Московском городском педагогическом университете. Сейчас Россия переживает новую волну заболеваний коронавирусом. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по числу заболевших и, главное, по числу умерших. Таких показателей еще не было. В Москве новая волна вошла в активную фазу в середине сентября, когда школьники и студенты вернулись после каникул в школы и вузы, а также закончилась пора отпусков. Именно в это время резко стало расти количество заболевших. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и в университете. Каждый день наши коллеги из отдела охраны труда отслеживают динамику заболеваний коронавирусом среди студентов и сотрудников. На сегодняшний день 85% сотрудников прошли двухкомпонентную вакцинацию против коронавируса, а среди студентов появились только 15%. Сейчас я расскажу вам, как вакцинация влияет на количество заболевших. В октябре 2020 года максимальные цифры заболевших были такими. Болело 216 студентов и 82 сотрудника, то есть студенты болели в два с половиной раза больше. Летом этого года началась массовая обязательная вакцинация сотрудников в сфере образования города Москвы. И мы увидели такие цифры. 180 заболевших студентов и 40 сотрудников. Разрыв растет. Студенты болеют больше сотрудников в четыре с половиной раза. И, наконец, октябрь 2021 года. 140 заболевших студентов и 14 сотрудников. Прямо сейчас студенты болеют в 10 раз больше, чем сотрудники. Статистика очевидна и говорит сама за себя. Сотрудники явно болеют меньше этой осенью, чем предыдущие волны. Значит, вакцина реально защищает от новых случаев заболевания. И поэтому я хочу обратиться ко всем студентам московского городского. Сделайте прививку. Защитите себя и своих близких. Это просто. В Москве продолжается массовая бесплатная вакцинация от COVID-19. Прививку можно сделать в поликлинике по предварительной записи, а также у выездных бригад медиков в торговых центрах и общественных местах. Сделайте прививку, и мы станем на шаг ближе к возвращению нормальной жизни.